42 килограмма, общий вес, но это вся посылка полностью, плюс килограмм до заказ. Объем 0,17, 170 литров получается. Тут весла, мои хотелки, всякие разные. Да, заказывал транспортной компанией ПЭК, очень она мне нравится, тоже маленькая рекламка. Все быстро, просто, заезжаешь, забираешь. Без всяких проблем и ожиданий. Почему именно Катабайт? Ну, во-первых, потому что судно универсальное. Показало себя очень хорошо на валоме Удоропея, который тоже есть в реале. Как понимаю, очень доверяю. Вот, во-вторых, почему Тайм-Триал? Потому что делают сами, не перекупы, а делают сами. Можно сделать это индивидуально. Любые котелки, они все устанавливают, любую фурнитуру, что угодно. Показало очень хорошо, по крайней мере, в алине, в отпуске точно туда не попадают. У меня она будет тяжелая, потому что бронет дно, и потому что 850 у ПВХ. Самый интересный. Интересный, кинтровый. Гермогашок. Касательно большой. Это, в принципе, чехол сделан очень удобно. Это моя котелка. Опять же, это вес. Это кресло. Покрутили. В спущенном состоянии. Липучками. Если заказываете хотя бы одно кресло, петли к ним, такие вот, пушки, серьги, на все три места сделают. Поэтому выгодно закажите хотя бы одно, пересплатите за одно кресло. Зато пушки все вам привели. Если не затяжки ни одного, лучше просто путь. Да, потому что на банках сиделка. Который может сидеть под мотором. Собственно, с другим платом. Поваленый платом. Это еще одна причина, почему кота байт. Потому что здесь есть водоотлив. То есть, получается, дно немножко выше воды. Вот его петельки. И это поднимает дно. И благодаря этому, дно будет постоянно сухое. Сверху, когда вода. Еще раз, когда нормально будет, может поморазить. И все это будет, конечно, тело задоливаться. Но и так же будет сливаться по бокам. Вот сюда. В бок. И дальше видите. И вот сюда, вот здесь вот собираться будет вода. И сливаться вот с этого клапана. Все будет достаточно сухо и хорошо. Так, вот еще вонус. Это вот не так давно. На сайте этого не было. Кому как-то чуть-чуть по-другому. Я задавал вопросы на эту тему. Сказали, сейчас вот так делают. Это вот последние лодки. Они клеят именно вот эту цепь. Это называемый плавником. Два боковых баллона. Собственно, они вот здесь клеяты, посередине. Идут до конца. И соединены здесь уже вот этим вот трансом. Так что катабайт это только катабайт. Это еще причина, потому что они работают с МЧС. И как бы это внушает доверие. Ну, этот насосик, конечно, маленький для нее. Но есть двухконтурный, который качает и вниз, и вверх. Зато боевой. Что только не качал. Зато боевой, да. Вот эта вот вторая, собственно, вынимается. Новая вставляется. Вроде выглядит так надежно. Наверное, и не стоит больше закатать. Но на всякий случай, такую вещь имеете вторую. Мало ли что. Вставляется, я так понимаю. А, ну вот. Первый раз в жизни попробую. Сразу получилось. Непосредственно по клапану. Открываем. Например, мы ее сдуваем. Вот, смотри, я уже сдули. Я решила записать еще один ролик. Открываем. Можно нажать. Подсдуть. А можно нажать. И вот этот вот барашек повернуть. И тогда он будет там спускаться. Далее. Насос перекидываем на спуск. То есть, в другое отверстие. Также качаем. Накачали. Время посмотреть. 20 минут прошло. Потихонечку. Маленьким насосиком. Одноконтурным. По поводу толщины. Барнированного дна. То самое дно. Серого цвета. А вот ее толщину видно здесь. То самое дно. Если наблюдеться, то здесь видно слои на срезе. Ручка. Вот здесь они сходятся. Два баллона. Немножко закалечены. Вот. Еще плюс вот этим вот петелькам, которые вы заказываете к креслу. Все плюс вот эти вот. Видишь? Это тоже они клеят. Их не будет, если не закажете кресло. Дно качается с одного клапана. Вот он находится. Клапан. Баллоны качаются слева и спереди. Слева и спереди. Получается три контура. Момент важный. Не докачиваем. Сначала не докачиваем до конца оба баллона. Вставляем банку деревянную. А потом докачиваем до конца. Тем самым она растягивается. Расскорячивается и больше никуда не подвинется. Далее. Та интериала два вида крепления весел. То есть жесткие и на резинке. Жесткие не подходят. По той простой причине. Потому как они вот здесь торчат. Здесь защелкиваются. Важно в том, что они будут прикрепляться при гребле. Делается все просто. Кладется весло. Вот эта резинка. Вот крепеж. И вот так вот закидывается. Все. Вот эти четыре колечка. Это мой док. Мои хотелки. Мы будем идти вдвоем. Девушка спереди. Я сзади. Здесь это будет у нас грузовой отсек. То есть доступ. Она будет. У нее будет доступ к грузу. И у меня будет доступ к грузу. Что еще? Вот те самые петли, которые принимают вещи. Это другое. Вот каналы самоотлива. Вот это щель. Сюда все это будет протекать. Вода там будет по каналу проходить. Сюда вот будет поступать. И вот этот клапан. Можно его открыть, закрыть пробкой. Будет сливаться вода. Вот. Кранец. Вот грузовой отсек. Здесь еще один. Можно накидать сюда. Кучи шмоток. Туда напихать кучи шмоток. Что еще? Вот здесь шильдик тайм-триала. Они вот клеят по умолчанию. Сюда можно заказать брендирование. То есть это, например, какую-то свою контору. Например, занимаетесь сплавами. Сюда указали. Хоть сюда, хоть сюда. Прилипит в любое место. Как скажете. Это вот как раз плюс тайм-триала. Потому что делают сами. Это завод. И разрабатывают сами. И поэтому они делают так, кто хотите. Хотите такой же катабайт. Там 7 метров. Сделать 7 метров. Любой каплик за ваши деньги. Это держатели спиннингов. Я заказал вот такие. Есть разные. Вот, наверное, тоже надо было вставить сначала. Да. Вот мне идут. Раз. Проф о том, как надо делать и как не надо. Ну, вот, как раз в онлайне покажем. И заодно по поводу клапана. Вот, открываем. Нажимаем. Считаем. Примерно спустили. Все двигательно. Она хотя бы пошла. До этого просто не шла. Но это хорошо. Если бы она зададила мягко, то это не есть бут. Как бы смысл ее тогда. Фишка ее держать спиннинг прямо. Я заказал прямые. То есть можно было сделать под наклону. Можно было заказать немножко назад. Немножко вбок, как угодно. Я заказал прямо. Поэтому, соответственно, она стоит прямо и жестко. Отключает. Полный спиннинг. Он заказается. Вот здесь он упирается. То есть куда дальше идет. Вот, вот засунулась. То есть это будет ровно и четко. Вот здесь он будет хорошо. Все, где вот эти покрашены, как правило, многие жалуются. У других производителей они ржавеют, потому что не покрашены. Лайфхак по поводу котлоновский такой маленький столик. Это вот сейчас на ходу прям придумали. Ну, как на ходу прям сейчас. Столик просто был. С палатками ходим. Например, можно его поставить. Дальше взяло, 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 взяло. Чуть-чуть в расход. Получается, как бы, очень клубненько. Такое вот взяло. В принципе, цена-качество нигде не расхляпана. Все хорошо. Вот оно прямое. Если ветер напротив идет, разворачиваем, 90 градусов, и при гребле уже придется. Надо будет разворачивать. Собственно, это гребное, это растекает ветер. И наоборот, это гребное, это растекает ветер. Кресли ветрометру. Просто два прямых, как обычно. Так, здесь вот есть такие резинки. Для того, чтобы если капли будут собираться с весла, они будут собираться, они не будут пить вот здесь. Ну, будет какой-то процент, конечно, больше всего заходить с весла. Но не такой большой. То есть, с веслом, кстати говоря, если всплывете, идете, вернее, вчетвером. Можно вот четыре человека. Без груза просто прогулка какая-нибудь. Или, например, бурная река, колбасик. Можно вот так вот с четырех сторон вести. Получается, два весла, два иных разделяются. Сиденье вот такое. Сыпучки от слипа. Сиденье вот такое. Сиденье вот такое. Сиденье вот здесь. Как-то так. Ну, я не знаю, можно туда запихать. Здесь водичка у нас в сторону уходит, на ноги не летит. Так, вот эти ножки очень удобные. Например, ее ставить сушить. Вот как любые ножки. Пожалуйста, коробочки здесь раскатят. Вот это очень классная штука. Поставили все это дело через клубное стекло. Если прям сильно на стекло. Протер ее. Места не занимает, например, к стене прислонил.